Добрый вечер, это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. Как дела в России? Воруются, лаконично сказал Карамзин, еще в позапрошлом веке. К слову сказать, эта проблема в России является очень древней, ее не мог решить и русский царь Петр I. А почему ничего не меняется? Можно сказать, что коррупция – корень всех зол в России. Для того, чтобы борьба с коррупцией давала результаты, нужно желание всех людей и начинать здесь нужно. Прежде всего, с самого себя. Но это лично мое мнение. А сегодня в этой студии, в прямом эфире, мы выслушаем мнение моего сегодняшнего гостя Сергея Александрович Карпов, председатель Президиума Межрегиональной Антикоррупционной Независимой Организации, основным направлением которой является борьба с коррупцией в Самаре. Мы работаем в прямом эфире, телефонной студии 202-11-22. Уважаемые телезрители, звоните к нам в прямой эфир, задавайте свои вопросы моему сегодняшнему гостю. Если вам нужна, может быть, консультация, или, может быть, вы сталкивались с такими случаями в жизни, дозванивайте. У вас сегодня есть уникальная возможность в прямом эфире на телеканале Самаргиз получить профессиональную консультацию. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Ну что же, а сейчас я хочу озвучить визитную карточку моего сегодняшнего гостя. Сергей Александрович Карпов, юрист по образованию, многие годы отдавшись службе в рядах УВД, председатель общественной организации МАНО, которая основана в июле 2014 года, и призвана обеспечить противодействие коррупции в городе Самаре и Самарской области. Борется с такими коррупционными проявлениями, как бездействие, халатность, злоупотребление служебным положением должностных лиц в правоохранительной системе. Сергей Карпов гарантирует обратившимся гражданам полную анонимность и сохранность информации по коррупционным преступлениям. Ну что же, Сергей, начинаем наш с вами разговор. Как я уже сказала, мы работаем в прямом эфире, и можете дозваниваться к нам, уважаемый телезритель. Ну а первый вопрос я хочу вам задать. Расскажите же, пожалуйста, о своей организации, и почему возникла необходимость ее создания именно в нашем городе, сегодня, в 2014 году, конечно, именно в Самаре? Здравствуйте, уважаемые друзья. Ну, в принципе, эта мысль зарождалась еще, когда я работал в системе МВД. Работал я по коррупции в свое время, по борьбе с коррупцией. Выявлял факты, все которые были сейчас перечислены, дача взятки и так далее, халатность, бездействие. Ну и как-то у меня после ухода из МВД родилась такая мысль сделать что-то независимое. Я стал обращать внимание на то, что у нас президент стал делать акцент на это внимание, на борьбу с коррупцией, и стал осуществляться, согласно федерального закона и других законов, ротации кадров в системе исполнительной и законодательной власти. А, так сказать, смена руководства, она всегда ведет к тому, что идут другие за ними люди и так далее, они приносят с собой, так сказать, другие порядки и так далее, и так далее. Вот. Ну, так как я житель этого города, я просто был, как бы, обязан, можно сказать, при имеющейся возможности создать такую организацию. Вот. После работы первым антикоррупционным СМИ два года я был представителем здесь, в Самаре. Вот. Ну, основной, значит, это также президент Владимир Путин, значит, у нас на сегодняшний день постоянно говорит о наставлении взаимодействия с некоммерческими организациями. Также открыта ОНФ, такая же общественная организация, на сегодняшний день лидером, который является сам он, президент. Вот. Ну, и который дает возможность взаимодействовать с общественными организациями, и общественными объединениями. Сергей, очень много говорится о коррупции, и мы сегодня задали именно тему нашей программы. Так, а что же такое коррупция? Ну, коррупция от латинского слова вообще это, в принципе, расливать подкуп и порча, в принципе. А, по моему мнению, сказать простым языком, это действия должностных лиц, в первую очередь, которые на сегодняшний день осуществляют противоправные сами же действия, прав, которые доверило государству, обязанности непосредственно в своих корыстных интересах. Ну, ведь согласитесь, каждый из нас, вольно или невольно, когда-то, в каких-то случаях, в присутственных местах, будем выражаться так, давал и брал взятку. Может быть, конечно, это не происходит у нас ежедневно, но мы сами волей-неволей провоцируем эту ситуацию. Я хочу спросить вас сейчас, как профессионал, а где та грань между взятием, да, когда ты даешь взятку, и ты же ее получаешь? Сама грань из практики показывает это и по закону, значит, осуществляется тогда, когда лицо на сегодняшний день первое обращается в правоохранительную систему. То есть он же сам может быть и как лицом дающим взятку, так же и провоцирующий, то есть и получающий взятку должностное лицо, если обращается также в органы, что мы делали, в принципе, также в рамках отдела госзащиты. Когда ему давали взятки должностному лицу, мы выявляли такие факты и фиксировали их. Тем самым собирали 291 статью Уголовного кодекса в отношении гражданских лиц, которые также несут ответственность по тяжкой статье. Сроки лишения и условные там тоже большие относительно. Все так же собирается эксперимент. Суд также все так же учитывает, но учитывает, что была провокация страны. И опять же, государство на сегодняшний день, по моему мнению, и анализу я видел, что на сегодняшний день государство в лице президента, правительства и всех должностных других лиц, которые взялись действительно бороться с коррупцией, а не просто ее там, как говорится, называть, что это есть такое. Есть две категории. Дающие и берущие. То есть сейчас начинали утихомеривать, так скажем, должностные лица, то есть по 290-е, именно задерживать сотрудников, которые берут взятки. А потом будет, и я уверен, и сейчас это процветает, гражданских лиц будут задерживать задачи взятки должностному лицу. И я думаю, что если будет практика 1 на 1, 50 на 50, то гражданское лицо в следующий раз задумается, зачем к тому же сотруднику ГИБДД давать взятку, когда он получает там 40 тысяч сотрудник, и потом можно быть привлечен к уголовной ответственности. Ну к чему это? Может, не надо нарушать лишний раз. Провокация, она недопустима. Позиция ваша понятна. Я хочу лишь напомнить нашим уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Это означает, что вы сейчас можете к нам дозвониться по телефону студии, которые видите на экранах, но также периодически появляются на ваших экранах телефоны организации, межрегиональной антикоррупционной организации, независимой, в Самаре. И, кстати, вот, Сергей, очень я удивлена, когда вы дали свой мобильный телефон. Вот сейчас он, кстати, появился на экранах. Вы настолько открыты для всех, что даете свои личные контакты? Изначально при открытии данной организации мной было продумано много разных способов общения с гражданами. Вот, с общественными организациями, объединениями и так далее, с любими другими. Я принял для себя решение, что, в принципе, на сегодняшний день любой человек и организация почувствует, если мы будем что-то скрывать и так далее. Зачем? Я даю телефон для того, чтобы люди могли напрямую со мной общаться. В уставной деятельности нашей заложена изначально работа непосредственно меня, как профессионала. Да, у нас есть участники, тоже профессионалы, но мы пока до этого не дошли, мы только получаем от них информацию. А анализируя, в первую очередь, я понимаю, нужна ли эта информация для нашей организации, или ее стоит еще доработать, также через юристов, или еще через нашу организацию дополнительно. И при этом принимая решение сам же я. В дальнейшем можно его перевести на разряд вторичного телефона, принимать будет кто-либо другой информацию, но пока до этого мы не дошли. Вот давайте сейчас приступим в нашем разговоре к конкретным моментам. Скажите, пожалуйста, какие же задачи стоят перед вами, как председателем и самой структурой, проще говоря, чем вы занимаетесь, с какими конкретными проблемами к вам обращаются жители, но о результатах, я думаю, мы поговорим обязательно попозже. Ну, задача моя, как председатель-президент, как руководитель данной организации, это организовать, значит, в первую очередь плотное и грамотное общение непосредственно с общественными организациями, объединениями и в основной своей массе, в рамках уставной деятельности, это с исполнительной, законодательной властью, ну и немного судебной, в принципе, мы тоже общаемся, присутствуем на судебных процессах разбирательства. Так что на сегодняшний день все открыто, если это не закрыто на заседании, мы приходим, представляемся, и участники наши бывают, но опять же, я говорю, конечно, куда идти, сходить, чтобы тот ли и ноль вопрос всегда был в плоскости зрения, так сказать, и судья видят, что присутствует на судах, это же законно, приходите, пожалуйста, любой гражданин. С какими проблемами к вам обращались жители? Я сейчас попрошу вас привести, конечно же, пример наглядный, конкретной помощи, адресной помощи населению. Ну, возьмем так, что приходили в юридическую компанию, значит, мы работая, непосредственно человеку помогали, вот по ГСК у нас была полтора года переписки, вот, подчеркиваю, что полтора года, потому что это действительно затрагивало его права, конституционные права, его было вынуждено руководство ГСК выгнать, так скажем, незаконно, на что мы принципиально сказали, что мы доведем это все до логической точки, поставим в судах, значит, мы первый суд, конечно, в Кировском проиграли, у нас был вынужден, но поменяв тактику, я дал адвоката другого, и мы выиграли в областном суде, в части касаемого его вернули в члены, вернули на сегодняшний день гараж ему, и за полтора года огласку получил этот ГСК полностью вплоть до губернатора, ГУВД, ФМС и так далее, системы, все об них узнали, были выявлены много нарушений, и на сегодняшний день, вот я сейчас констатирую факт, что у меня была встреча с ними, с инициативной группой, которая изъявила желание поменять правление, поменять устой того, что было сделано ранее, и вывести все на чистую воду. Спасибо, Сергей. А сейчас, далее в продолжении нашей программы, я хотела бы сказать вот о чем. У нас есть интересный и показательный пример для многих, показательный пример вашей работы, я бы даже сказала ее качество. У нас есть видеосюжет с Рождествено, где жители села Рождествено обрисовали проблему, вот какова она есть, и они к вам с ней обратились. Сейчас внимание на экран, смотрим сюжет. Я бывший житель города Самары, который переехал сюда уже на протяжении 15-18 лет, живу здесь. Мне достаточно больно смотреть, как в свое время очень хороший край, красивый, зеленый, превращается фактически в помойку и заросшее поселение. То есть на протяжении достаточно долгого времени здесь в Рождествено работал завод, спиртзавод, который фактически сливал все свои отходы вокруг расположенной территории своей и тем самым отравлял все, что возможно вокруг. То есть на заднем плане фактически видно, что происходит после того, когда выливается барда. То есть все растения просто гибнут. То есть в свое родо это биологическое оружие. Хотим опять сделать цветущий нормальный край. При этом есть достаточно много народа, которые готовы в этом принять участие за свои деньги, за свои физические силы. Ну, фактически все свое. При этом опять-таки не дают работать. То есть есть желание сделать пруды, есть желание расчистить поля, есть желание косить стены, заготавливать, развивать сельское хозяйство и так далее. Но при этом, как только начинаешь выезжать на поля, возникает масса припонов. При том, что мы расположены фактически в пяти километрах от Самары, являемся фактически пригородом города Самары. То есть очень много народу, там порядка, по-моему, 6 или 7 тысяч проживающих в сельском поселении Рождественного, работают в городе, то есть являются полноправными тружниками города Самары. У нас как только распутаться начинается, так сразу появляются проблемы. То есть нам нельзя переехать в Самару на водном транспорте, потому что он уже заканчивает работу. Начинаются проблемы с подушками, значит, с ударной воздушной подушки. Тоже достаточно проблем. Как только появляется возможность ездить через Зимник, то есть это дорога, которая позволяет проехать от Рождественного до Ширяева через горы, так возникает опять масса проблем на предмет того, что здесь ездить нельзя, хотя эта дорога существует уже, по-моему, если я не ошибаюсь, в районе лет 50. Это неправильно, Андрей Пьедович. Сейчас планируется, значит, под сенокос, но, к сожалению, последние там несколько лет фактически сенокосные угодья здесь уже пришли в негодность, то есть нет возможности косить. Ну, вы сами видите, то есть, в принципе, здесь травы как таковой нет, на заднем плане, я думаю, все это видно. Поэтому было принято такое коллективное решение попробовать сделать здесь пруды, то есть зарыбить, поставить нормальную, как бы, инфраструктуру небольшую, то есть для того, чтобы можно было здесь приезжать людям из Самары, которая вот фактически там в 10 километрах находится, то есть не надо никуда ездить. Здесь можно разводить не только карпа, да, то есть поскольку здесь достаточно близко находится Волга, можно сделать нормальный переток воды и разводить ту же самую стерлядку и так далее. И как только начинается оформление этого поля именно в сельхозное значение, как оно и есть, да, то есть разведение рыбы, начинается опять проблема. Вот, собственно, человек сейчас взял это поле в аренду, я думаю, что он сам готов рассказать о том, как это все происходит, какие у него препоны. Ну, обращаюсь в национальный парк, мне добро опять не дают же, вот, никому не достучишься, не положено. Здесь сосны какие-то, сосны нашли, что растут. Откуда здесь сосны? Реликтовые. Вот, здесь одно поле, вот, и один кустарник, больше нет ничего. А какие сосны тут нашли, они, не знаю. Я прождал целых полгода, и мне опять никаких результатов ничего не дали, только отказ, один отказ. Как говорилось в федеральном послании президента нашего, уважаемого Владимира Владимировича, что все поля сельхозназначения должны ввестись либо в севооборот, либо, ну, используются, как правило, по прямому назначению. По правому назначению. На нашей территории 7 643 гектара находятся, то есть на территории сельского поселения Рождествена, и практически большая часть, то есть половина, не используется по прямому назначению, по причине... Больше половины. По причине залесения, как работать, поясните нам, пожалуйста. Все поля находятся в частной собственности, но частники не имеют возможности их обрабатывать. Пишем запросы, пишем в национальный парк, либо нет ответов, либо приходит договор. Оплатите нам 15 тысяч рублей, мы выйдем на ваш участок, сделаем обследование, дадим заключение, а можете ли вы пахать эти поля. А вот у меня находится в собственности 10 полей, маленькой площади, по 3 гектара, по 5 гектар. Я не имею возможности за каждое поле платить по 15 тысяч рублей. МАНО, Межрегиональный антикоррупционный комитет, для того, чтобы мы оказали содействие... Помощь в организации прудокопания на территории сельского поселения Рождествено. Что необходимо для пожарной безопасности, для жителей, что в принципе приукрашает село, будет приукрашать село. И просто привести в порядок. Да, и есть прямое указание нашего уважаемого президента. Лучше пробивай, а то на мосты сел и все. Самое главное, что когда будет какая-то деятельность, так скажем, по поводу вот этого всего пруда, чтобы он не зарос, главное, чтобы там не было какой-то свалки, а будет действительно чистый и приятный людям прием. То есть в принципе, если человек... Но если будет свалка, не будет пруда, а участок изымут. Да, да. Собственность. Поэтому никто не заинтересован на свалку в здраве. Заинтересованы, наоборот, отчитаться, сделать прутое отчитаться, что здесь поле используется по прямому назначению в соответствии с указом президента. Ну что же, мы работаем в прямом эфире. Сергей Карпов, сегодня гость программы «Город С». Сергей Александрович, ну что же, крик души буквально жителей села Рождествено обратились к вам. Ну, во-первых, хочу отметить, что и это радует люди юридически грамотные, законам знакомы. И скажите мне, пожалуйста, что вы намерены делать, как вы намерены помогать, и какая работа уже произведена вот именно по этому вопросу. Ну, хочу также добавить комментарий к тому, что было сказано. На сегодняшний день обратились к нам с Рождественного жители, которые выступали непосредственно в МАНО. Да, в МАНО. Но так как мы еще являемся, являемся директором юридической компании, вот, мы непосредственно готовы были рассмотреть изначально эту ситуацию, мы ее изучили, мы посмотрели, что действительно есть ряд вопросов, которые должны быть рассмотрены более глубже, вот. Но когда нам начали говорить о том, что вот они, как сказали, что у них там деревья какие-то растут, их там не пускают и так далее, мы предложили в рамках установной деятельности посмотреть это, перевести, так сказать, в то же время в плоскость, в общественную, придать огласки через СМИ непосредственно, чтобы в будущем, разрешая ихний вопрос, вообще в правовом поле в целом, возможно, какое-либо должностное лицо в будущем, неважно, Самарская там, Лука, Парк и так далее, какой-либо другой администрации, из полиции, чтобы, может, даже, может, не думали о том, чтобы поставить палки в колеса незаконно, я имею в виду, там, не делать какие-либо действия, которые должны делать, и так далее, и так далее. То есть мы сейчас говорим, что сейчас, вот, это видит город Самара, Самарская область, видит руководители, видит, там, Белый дом, может, кто-то еще смотрит, и так далее. Делают определенные выводы, что сейчас пойдут запросы, сейчас пойдут рабочие встречи, непосредственно в рамках, там, доверенности и так далее, непосредственно с руководствами этих, там, администрации, полиции, там, других структур. То есть мы будем выяснять, что... Действия, что вот вы намерены делать? Про запросы я уже поняла, но вот в любом случае вы руководствуетесь подкрепленной документацией, верно, не просто же ведь какими-то там голословными заявлениями жителей, но ведь вы подтверждены, за вами стоит закон, и у вас организация общественная, независимая, как мы сказали, антикоррупционная. Я правильно вас понимаю? Да, мы не будем, конечно, говорить и выковыривать то, что нам надо найти обязательно какую-то там коррупционную составляющую, нет, мы будем готовы идти по этому направлению, будем писать запросы, будем писать обращения и так далее, разного формата документ, получать на них ответы и их же анализировать сразу. И тут уже параллельно мы имеем возможность подключить юриста или адвоката в этой области, который плавно перейдет на эти рельсы, а мы будем как мано непосредственно дальше смотреть, кто нарушает из этих лиц должностных и так далее, будут ли нарушения, может, пойдут на встречу, сейчас готовы будут после такного эфира сказать, да, пожалуйста, давайте, ведь земля-то находится в собственности, свидетельство есть, законно выданное государством. Правильно сказали, что Владимир Путин предлагает изымать земли, которые без оборотов, тогда получается у нас палка о двух концах. Они хотят, им не дают. Давайте разберемся. Спасибо. Есть еще что добавить по этому вопросу? Да нет, я думаю, в рабочем полиции. Думаю, достаточно. Продолжаем наш разговор. Вот, Сергей, вы работали в полиции. Получается, опыт прежней работы подсказал актуальные проблемы коррупции нашего общества? Да, конечно. Вот опять же, работал в полиции. Хотя ни дня не работал в полиции. В милиции работал, ушел по определенным, так сказать, своим взглядам. Опять же, говорю, вижу сейчас, на сегодняшний день, что в первую очередь это беспечность и халатность должностных лиц, неважно, какого это уровня, ранга и так далее, рождает коррупцию. Потому что то лицо, которое на сегодняшний день должностное, он или не знает, или там, допустим, целенаправленно что-то делает или не делает, вот, и относится тем самым халатно. к материалу, поступившему заявлению, обращению, он не знает многих вещей, допустим, когда отвечать надо и как отвечать. Вот. Порождает вот эту коррупцию. Может, кто-то ждет с каких-то вот этих бездействий, кто ему придет там, не объяснит, не сделает. С этим сейчас немножко сложно. Есть такой был институт наставничество. А в части именно предложит ему, а тот возьмет. Понимаете? Сейчас у нас проще, опять же, из анализа мы видим, проще написать отказной. И выбросить его в прокуратуру, и он лежит там и лежит. А люди, которые неграмотные, они же как думают? А, ну, значит, уже приняли решение. Ну, мы же, вот говорю, пожалуйста, полтора года, пример, мы делали это и доказали всем, что... Вы знаете, Сергей, у нас есть еще один пример работы именно вашей организации. Я обязательно хочу сейчас его продемонстрировать. Давайте посмотрим сюжет. Рассказал жительница о своей проблеме и конкретная адресная помощь. Организация МАДО и личность Сергея Карпова. Внимание! Я, Илья Стратова Елена Георгиевна, являюсь начальником отдела обследования зданий и сооружений ООО «Консоль». В конце 2014 года я обратилась в ПО «МАНО» для разрешения сложной ситуации, возникшей застройщиком ООО «Сириус», которая незаконно продала мою квартиру. По всем признакам присутствовало мошенничество в статье 159 Уголовного кодекса, но полиция уголовного дела не заводила и в течение двух лет я не могла добиться того, чтобы завели уголовное дело. ПО «МАНО» в течение 8 месяцев проводила переписку с ГУМ ВД России, с другими службами, с прокуратурой и в результате мы все-таки добились того, что уголовное дело было заведено. Последние слова женщины, которая давала интервью, добились заведения уголовного дела. Дальше что? Добились возбуждения уголовного дела, как скажет профессионал, заводит машину. Но да, действительно, Елена к нам обратилась с вопросом о том, что Красноярский РУВД на тот момент не возбуждал уголовное дело. Писали отказной длительное время. Она пыталась своими методами, способами, знаниями и так далее это дело столкнуть в место. У нее ничего не получилось. Где-то даже ей намекнули, сказали, там, сюда не приходи и так далее. По знакомству она пришла к нам. Я первый раз видел эту женщину. Мы разобрали ситуацию непосредственно в офисе. Увидели, что есть состав преступления, мошенничества, 159-я статья. Но стали, значит, обращать это уже внимание через руководство всех рангов. Мы не пошли сразу, как некоторые пишут, там, на красный свет кто-то перешел и сразу Путину писать. Нет. Это не должно быть. Мы начали делать поэтапно. Мы стали от Красноярского РУВД и выше идти, УВД, ГУВД и так далее. И потом уже дошли, через 8 месяцев, конечно, нам, мы были вынуждены сделать, обратиться уже в МВД. На что, в принципе, была реакция быстрая. К нам поступил звонок из ГУВД, непосредственно из ГУМВД на Пасамарской области и также с ДСБ. Попросили взять ее телефон с целью того, чтобы позвонить и извиниться перед ней, что так длительное время не возбуждали уголовное дело. По каким причинам сейчас там разбираются уже и разбирались до этого служебные проверки, проводили, там 9 человек было наказано. Я хочу сказать одно, что всегда можно добиться результата, если не опускать руки. Просто не опускать руки человеку. Да, возбудили уголовное дело 159-3, признали потерпевшим на сегодняшний день это пока без лица, там, как у нас, говорят, профессионалы сленги баранка, но будет установлено, пускай дальше работает система. Сергей, вот если говорить все-таки об итогах года, а в конце года итоги подводить принято, какие бы вы для себя отметили личные достижения и, конечно же, в работе вашей организации? Я скажу, Елена, прямо, начиная вообще вот эту всю работу, у меня не было столько сделано, как вот сейчас, за эти полтора года, с общественной организацией, с юридической компанией, мы очень стали активно работать с УНФ, общероссийский народный фронт, возглавляемый Владимиром Путиным. Спасибо вам большое за такую возможность, которую на сегодняшний день предоставляет всем гражданам. Пожалуйста, открывайте политические партии, общественные организации объединений и так далее. Торгово-промышленная палата Самарской области, мы там состоим, как организация. Региональная партия Единой России, я вступил туда, мне предложили, я взвесил, пригласили, хорошо, почему бы и нет. Со СМИ, со СМИ в Самаре, ТВ-каналы, печатные издания, интернет-порталы, радио, это основные виды, с каким мы сейчас на сегодняшний день общаемся, очень близко, тесно, и исполнительной и законодательной властью, в том числе, это обязательно, потому что без них никуда, у нас это в установной деятельности заложено. Сергей, ну а вам лично зачем это нужно? Знаете, скажу прямо, меня неоднократно задавали уже такой вопрос, я хотел, хочу до сих пор, пока будет существовать эта организация, скажу так, в рамках, опять же, закона, установной деятельности, связать в единое всех тех людей, которым интересны бывшие сотрудники, действующие, кому интересна эта идея, кому интересна непосредственно живая работа, потому что на сегодняшний день сотрудник сам целой полиции уязвим, вот, мы предлагаем различные варианты рассмотрения каких-либо возникающих у него вопросов в правовом поле, там, у семьи также предлагаем, пожалуйста, мы ни от кого не отворачиваемся, вступайте, будьте нашими участниками, не хотите быть, пожалуйста, ну, можете быть просто, ну, не сочувствующими, ну, по крайней мере, людьми, которым это интересная идея. Сергей, сегодня на календаре 29 декабря, год подходит к концу, мы с вами сегодня, казалось бы, да, говорят все перед Новым годом о каких-то праздничных настроениях, явлениях, рассказывают праздничные истории, мы сегодня с вами в прямом эфире обсудили очень актуально, очень серьезную тему, но давайте немножечко, у нас есть несколько минут, отвлечемся от этого, вот лично, что сейчас беспокоит, трогает, волнует, Сергея Карпова, общественника, скажите, вот вы какую книгу в последний раз прочитали? Льва Толстого в воскресенье. Какой ваш любимый фильм? Девятая рота, 72 метра, ну, все те фильмы, которые на сегодняшний день являются нашими, родными, которые патриотизм рождают в людях, в детях и так далее, то есть, это без этого никуда. В культурной, в общественной жизни принимаете участие? Ну, может быть, какой последний спектакль посмотрели в театре? Ну, где-то полгода назад, может, побольше, Яма, я сходил, смотрел. Спорт? Интересуетесь, что делаете? Однозначно, велосипед, ролики, набережная, за Волга, никуда не выезжай, я здесь всегда, в Самаре, поэтому... Вот, да, где предпочитаете отдыхать? Больше за Волгой, на Волге, в лесу, в принципе, хорошее место. Новый год, как будете отмечать? Готовитесь уже к этому празднику, купили подарки? Мысленно готов, но, так сказать, в целом, общественной работы не отпускает чуть-чуть, но готов праздновать с друзьями, с родственниками, братьями. Может быть, пользуясь моментом, есть кому сказать особые слова благодарности? Ну, и, конечно, я хочу предоставить вам заключительное слово, чтобы вы поставили, поздравили всех жителей Самары, Самарской области с этим наступающим, замечательным праздником, Новый год. Пожалуйста. Спасибо большое. В заключение, да, действительно, у меня есть кому сказать большие слова благодарности, наши люди, с кем мы работали в милиции, в полиции, с теми, с кем на сегодняшний день работаем дальше, продолжаем, наставники мои бывшие, вот, также хотел сказать, уважаемые жители, гости нашего города, нашей организации. все, у нас время подошло к концу, спасибо большое. С наступающим! С наступающим! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова